Президента Российской Федерации Владимира Путина оберегают соратники от возможного инфицирования COVID-19, так как боятся потерять влияние. Об этом в интервью СМИ рассказал финский писатель и журналист, знавший Путина и его окружение лично, комментируя инфицирование COVID-19 пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова. Песков не появлялся на публике с 30 апреля, либо тоже сидел в каком-то своем бункерочке, либо был на самоизоляции из-за контакта с носителем. Например, с тем же премьер-министром Михаилом Мишустиным. Путин сам трясся за свою жизнь и здоровье, а его окружение не хочет потерять работу. Умри, Путин? И где гарантия, что никого не выкинут на улицу? Нет, надеяться нам всем рановато. Его берегут, пояснил Запольский. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у него не было выбора, ложиться в больницу или нет. Его тест показал положительный результат 1 мая, а температура поднялась выше 37 градусов на следующий день. И ломала. И Таню стала ломать. И у нее температура повыше была. Дня 2-3 мы лежали дома. Ну, 37,4 днем. Ну, 37,8 ночью. И когда поняли уже, что процесс идет, так сказать, в гору с температурой, с ломкой, то поехали в больницу. И хорошо, что поехали, потому что сделали компьютерную томографию. В общем, поймали вовремя, сообщил спикер. Песков заявил, что в последний раз контактировал с Владимиром Путиным около месяца назад. При этом журналисты кремлевского пула сообщили, что пресс-секретарь присутствовал на совещании у президента РФ 30 апреля. По словам пресс-секретаря, заражение стало очень обидным, потому как ему казалось, что он полтора месяца принимал все меры предосторожности, сократил контакты и возил с собой бейдж-блокатор вирусов. Вирус этот абсолютно кровожадный, добавил Песков. В интервью изданию Daily Storm супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, спортсменка Татьяна Навка, заявила, что они с мужем были госпитализированы, чтобы не заражать остальных членов семьи. По словам Навки, первым заразился Песков. Скорее всего, это от него, так как он первый заболел, он принес с работы, предположила она. Песков стал пятым российским топ-чиновником, заразившимся коронавирусом. До этого COVID-19 был подтвержден у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, министра культуры Ольги Любимовой, министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, а также у его заместителя Дмитрия Волкова.